Да, я очень люблю Киев. Я знаю Киев давним-давно. Моя жена, она жила здесь в Киеве и первый ее муж был украинцем. И таким образом она очень хорошо знала Киев, она все время меня уговаривала здесь отдыхать. С 90-го года мы здесь стали отдыхать один месяц, например, летом, в апреле, потом мы здесь купили квартиру. И таким образом я познакомился, хочу так сказать, познакомился с Киевом и влюбился в Киев. Я чиновник, французский чиновник. Я здесь начал работать директором французского института. И тогда, я до этого преподавал французскую литературу во Франции, и я тогда вот начал организовать культурные мероприятия здесь в Киеве. Не только здесь в Киеве, и во всей Украине. Есть директора культурных центров французских, не знаю, немецких, не знаю. У них хобби, у них большая, ну, у них страсть, они предпочитают такое искусство. И поэтому у них в программации вот это искусство все время, ну, занимает большее место. У меня такого нет. Я люблю театр, обожаю. Я очень часто хожу, когда я в Афранции, почти каждый день. Я люблю кино. Ну, я люблю тоже уличные спектакли, обожаю. Вы знаете, больше всего я люблю, когда я вижу на лицах радость, наслаждение, удовольствие. Это меня, вот, конечно, это для меня самый большой подарок. Французы, которые сюда приезжают, вначале, это им очень тяжело просто, потому что они не понимают, как люди, во-первых, мыслят, они не понимают, как люди водят. Они есть, и понятно, что, в принципе, они сдали вот права, в принципе, они умеют водить, а они делают, что хотят. Есть сейчас новая полиция, очень любезные люди, вежливо, грамотно вот себя ведут. И, с одной стороны, это хорошо. С другой, они стоят, ну, а люди, водители делают, что хотят, они стоят, и такое впечатление, может быть, это неправда, они ничего не делают. Это первое впечатление. Французы, которые тоже не знают Украину, удивляются, потому что, особенно те, которые уже были в России, они удивляются, потому что люди отличаются очень сильно. Здесь люди любезные. Когда переходишь в Украину, они останавливаются. Вот, в России этого нет. Потом французы, которые здесь, и я, вот, конечно, среди них адаптируются, понимают, что, например, шикарные продукты, очень вкусные, необычно вкусные. Даже те, которые постарше, вдруг вспоминают те вкусы, которые они забыли. Я думаю, например, о твороге, который вы покупаете на базаре. Это у нас больше нет. Я знаю, что все мои коллеги, которые здесь уже провели, например, не знаю, два-три года, очень любят жизнь в Киеве. И иногда сравнивая, может быть, это плохое сравнение, Киев и даже Украина с вирусом. Значит, когда у тебя уже этот вирус, это на всю жизнь. До революции, конечно, строили очень много домов. Это понятно, почему. Киев был самый богатый просто город Российской империи. Это был тогда индустриальный мозговой центр. И надо этим гордиться. Потом все-таки эстетика города сохранилась. И когда даже при советской власти, когда, да, они построили ужасные, вот эти хрущевки везде, вот вокруг Киева, это точно, и испортили город, но все равно центр сохранился. У меня ностальгия, испытывая ностальгию к дворам Киева. Раньше, я помню, во-первых, были все эти дворы, через которые можно было, помните, чтобы быстрее пешком. Сейчас все закрыто, все перекрыто. Во-вторых, там много деревьев. Там играли дети. Там это было весело. Эти бабушки на скамерках сидели. Сейчас ничего нету. Я понимаю, что больше нет деревьев, башни. Строят в этих ворах. Это шарм, это идентичность города. Это все исчезает. У них во Франции такое впечатление. Это наши журналисты виноваты, ваши виноваты. Они рассказывают, как будто война везде. А когда мы говорим, мы, например, приглашаем актеров, писателей, интеллектуалов, и мы говорим, нет, очень спокойно. Вы можете и путешествовать по Украине. Люди вас будут принимать очень, по-моему, и вежливо, и приятно. Все спокойно. Война, это, да, действительно, она есть. К сожалению, люди погибают. К сожалению. Но это не в Киеве. Это не в больших городах, в украинских городах. Здесь 12 июня, целый день, будет огромный праздник. Будет здесь франкофонный квартал. Много франкофонных посольств, среди которых панадское посольство, будут здесь организовать разные культурные мероприятия. Это будет для всех киевлян. Будет живая музыка, будет кухня, будут концерты. И надеюсь, что будет концерт здесь, в этой прекрасной церкви, вечером. Здесь, на Европейской площади 2 апреля, было огромное шоу цветовое. И что случилось? Почему мы выбрали в рамках французской весны вот эту площадь? Почему мы решили здесь организовать открытие французской весны? Во-первых, я смотрел этот спектакль, ну, спектакль, который... Это представление, которое в городе Лион в декабре 2013 года. Тогда я решил, что надо адаптировать вот этот спектакль. И надо обязательно, чтобы это было здесь, в Киеве, но на довольно современном здании это было. И мы долго искали. Потом мы нашли вот эту площадь. И почему? Потому что французы, которые они здесь в первый раз, они каждый раз задают вопрос, что это за здание? Ой, как это интересно, как это красиво. А киевляне наоборот. Говорят, ой, это ужас, надо это снести. Это кошмар, это напоминает Советский Союз. И поэтому мы решили здесь организовать спектакль для того, чтобы, может быть, каким-то образом подчеркнуть красоту этого здания. И это было еще удобно. Потому что в прошлом году мы сделали спектакль на, вы помните, на Софийской площади. Было около 30 тысяч зрителей. И было очень опасно. Было слишком много народу. И когда я видел вот эту толпу, я понял, что это опасно. А если вдруг, если, не знаю, какой-то пожар, какая-то ситуация, люди найдутся в очень сложной ситуации. Поэтому мы решили выбрать другую площадь. А Европейская площадь очень удобная. Потому что улицы очень широкие. И Крушевская, Краничевская, Хрещатик. Это было очень удобно. И фасад, конечно, здание большой. И это дает возможность показать весь спектакль. Значит, все было соединено. И мы считали, что это хорошая идея. И действительно, все, по-моему, было очень классно. Сейчас, вы понимаете, во Франции живет много украинцев, которые или это дети, которые уже, дети украинцев, которые уехали, не знаю, в 70-х, в 50-х. Есть, которые сейчас решили жить постоянно у нас во Франции. Они, вот все эти люди, они живут, не знаю, как сказать, в культе прошлого. И они с удовольствием показывают как раз эти вышиванки, показывают фольклор. Французы это любят. Они любят фольклор. Вы понимаете, у них, по-моему, у них будет такое впечатление, что Украина – это прошлое. Понимаете, это для них связано с прошлым. А Украина – это современная страна. Значит, здесь есть артисты, есть художники, есть певцы талантливые, которые сейчас создают. И процесс идет. Они этого не знают. Поэтому надо каким-то образом тоже, чтобы французы ознакомились с этой современной украинской культурой. Ну, это возможно. Я видел вот в этом году, например, был спектакль «Антигона». Это там играли и Дахдоутерс, украинские актеры, французский режиссер. Гастроли по Франции. Полный аншлаг. Французы были в восторге. Французы вдруг понимали, что есть здесь талантливые актеры, что есть здесь современная украинская культура. Они тоже одновременно, Дахдоутерс, выступали, были разные концерты. И вы знаете, тоже полный аншлаг. Я был и в Шербуре, я был и в городе, и в Париже. Просто и такой энтузиазм. Люди были так довольны. Поэтому есть у них вот это, как можно сказать, желание ознакомиться с украинцами, с этой культурой, которую они не знают. Надо просто дать эту возможность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова